Можете присаживаться, и мы сейчас продолжим изучать Слово Божие. Я хочу напомнить, что мы продолжаем изучать общение Духа Святого с нами. Вы знаете, это место записано 2 Коринфянам 13, 13, где сказано, что «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами». Мы находим, что общение происходит со всеми святыми, не только с какими-то особыми людьми. Общение Духа Святого с нами. Но вопрос в том, как мы общаемся с Богом. То, что Дух Святой с нами общается, это понятно, написано «общение с нами, со всеми вами». Но вопрос в том, общаюсь ли я с Духом Святым, и стремлюсь ли я к Нему, ищу ли я Его, стремлюсь ли так, чтобы послушать, что скажет Господь. Вот, знаете, написано, псалмопевцы говорили, пророки, они говорили так, что «послушаю, что скажет Господь». Вот действительно ли ухо раскрыто на то человека, чтобы пообщаться с Богом, послушать, что он скажет. Я думаю, что для нас, христиан, нет ничего важнее в жизни, как чувствовать или понимать и ощущать вот эту поддержку Божию в каждом дне нашей жизни, его общение, его присутствие. Когда мы говорим об общении, то понятное дело, что речь идет о Божьем присутствии в моей жизни. Это не просто, ну вот, допустим, когда мы с вами общаемся, мы общаемся, мы видим лица друг друга, да, то есть мы видим лица друг друга, мы что-то говорим, мы что-то передаем, мы имеем какой-то контакт, какие-то взаимоотношения. Поэтому невозможно общаться с Богом, не прикоснувшись к Нему. Поэтому, когда мы читаем в Библии, скажем, про людей, которые имели общение с Богом, имели близкое общение, не просто там какое-то, так вот, как мы сейчас говорим, виртуальное, вот, по интернету, вот, какие-то вот такие, знаете, электронные системы, а вот реально человек мог ощущать. Ну вот, скажем, кого мы знаем? Ну, Моисей, правда, человек, который близкое общение с Богом имел. Ну вот, когда он шел к Богу, там, на гору поднимался, Бог появлялся ему там в столбе каком-то огненном, и потом начинал с ним говорить, и часто он видел его лицо, ну, не то чтобы лицо, его, скажем, присутствие он видел, потому что Бог сказал однажды ему, что тебе лица моего нельзя видеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Настолько это было, свет исходил от Бога, это было реально. И когда он однажды спустился после общения с Богом с горы, и помните, сказано, что лицо его какое было? Печальное такое, мрачное, и он плакал весь и не мог никак успокоиться. Или какое, что помню? Сияло, правда. То есть он светился каким-то светом таким неземным. Ну, правда, на самом деле, о Боге сказано, что он есть Бог радости и веселья. Так написано на нем, подойду я к Богу радости и веселья. Ну, знаете, что на небе не существует плача, там никто не плачет. Там мы считаем, что грешники, когда на земле каются, то люди на земле могут плакать, а на небе все радуются. Вы знаете, ангелы все ликуют и устраивают такой, знаете, особый праздник. Покаялся еще один человек. А представьте себе, вот люди-то постоянно каятся. На земле сегодня сколько миллиардов людей? Семь, восемь, наверное, уже. Вот. И регулярно 24-7, я так думаю, каждую минуту кается какой-нибудь человек, а то, может быть, и сотни людей по всему миру, если взять. И поэтому, если человек покаялся, то на небе что происходит? Радость. Поэтому там 24-7 постоянная радость. Вы можете представить себе? Там все ликуют, там все говорят, обнимают друг другу. Ва, еще один, давай порадуемся. Что такое? Вот там в Портленде еще покаялся один человек. Аллилуйя, они все собираются. Постоянная слава Богу происходит. Вот это небо. Так вот, когда Моисей пообщался с Богом, его лицо сияло вот таким небесным светом. И когда он пришел, он светился так, что люди не могли смотреть на его лицо. Он сам-то не видел этого. И он смотрит, что такое люди, отворачивают лицо от него, прячут глаза. Потому что он как прожектор такой был, знаете. Лицо его светило так, чтобы невозможно было смотреть, ослепляло, как солнце. И тогда он полагал покрывало на лицо свое, чтобы вот этот свет не светил, чтобы людей не пугать. И потом мы находим в Писании, допустим, ну, другого человека. Вот мы знаем, кого мы еще знаем, который близко с Богом общался. Ну, скажем, пророк Илья пошел тоже на этой горе, пообщался он с Богом, поговорил с ним и воодушевился для чего? Для работы. И пошел сразу. То сначала ему так печально было. То есть вот он плакал, молился пред Господом, что я уже, Господи, остался один, души мои ищу. Что вообще мне жить? Забери мою душу. И вдруг после общения с Богом он получает необыкновенную силу, вдохновение трудиться, работать, продолжать проповедовать Слово Божие, распространять вот особое послание, которое Бог ему дал, довести дело до конца. Вот. И он это выполняет, и он это делает все. И он оставляет после себя человека, который был в два раза по духу, как говорится, сильнее его. Потому что Елисей просил, если дай мне вот этот дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне, сделай так. И он это увидел, и он это получил. То есть мы видим, человек, когда общался с Богом, что-то происходило с ним. То есть он не оставался таким, каким он был раньше. Так вот, наши собрания, они не предназначены просто для того, чтобы мы просто собрали здесь, попели, порассказывали что-то друг другу, и потом покушали хорошо, побеседовали, разговаривали во всем на свете и пошли домой. И так ничего не поменялось в жизни. Суть общения заключается в том, чтобы получить вот этот свет от Господа и нести его дальше, распространять благоухание. Итак, вот по этой теме мы сегодня будем говорить. То есть вопрос, вы скажете, ну это и так понятно. Но вопрос, знаете, я как часто говорю, что всегда вопрос стоит, как это сделать, вот каким образом приблизиться к Богу, потому что Яков пишет, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Помните такое выражение? То есть не наоборот, вот что Бог приблизился, а потом я к Нему приближаюсь. А Он говорит, вы приблизьтесь к Нему, и Бог приблизится к вам. То есть получается, у человека находится вся инициатива поиска Бога. Если человек захочет с Богом общаться, он будет общаться. Не захочет, он не будет. И поэтому вся Библия об этом говорит так, что ищите Господа, когда можно найти Его, стремитесь к Нему. Хотя Бог, как мы сейчас будем читать, Он недалеко от каждого из нас. Мы это читаем, Деяние 17, 26, 28. От одной крови Он произвел, или кровью Он произвел весь род человеческий, то есть Бог произвел. Для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они, то есть люди, чтобы люди искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Эту проповедь апостол Павел произнес в Афинах, я думаю, вы это знаете, и в Ариапахе, то есть он произнес его там, где эту проповедь, где собирались люди, чтобы послушать какие-то речи. Была какая-то кафедра, очевидно, там какое-то место специальное для собрания, и послушать что-нибудь новое, послушать каких-то речей. То есть греки этим занимались, они любили послушать человека, который что-то новое говорит, в каких-то божествах или вообще какой-то такой вещи или мысли, которые они еще не слышали и не знали. И вот когда они Его слушали, то Он им сказал, что вот задача человека, цель его жизни – Бога найти. И так и написано, Бог сказал, что Он сотворил человека, и люди расселились по всему лицу земли, а цель осталась одна – найти Бога и ощутить Его. Вы скажете, ну я уже христианин, давно уже, и я уже Бога нашел, в общем, зачем мне еще искать? Но когда мы говорим о поиске Бога, речь идет о реальном общении. То есть не просто мы что-то знаем о Боге, или что-то понимаем, или что-то верим, а как я общаюсь с Богом каждый день в моей жизни? Был, есть ли у меня это общение или нет? Вы знаете, сегодня многие христиане, они просто стали религиозными людьми. Просто религия у них. Есть какие-то правила, есть обряды, есть ритуалы, есть какие-то установки жизненные. Человек живет просто так по обряду, по ритуалу, а общения с Богом он не имеет. Он живет по своим принципам, которые, возможно, некоторые библейские, некоторые перешли ему эти принципы жизни от его родителей, от бабушек, от дедушек, от тетушек, где он там воспитывался, перешли какие-то правила его жизни, и он так и живет. Он может жить очень хорошо, в смысле быть хорошим моралистом таким, быть морально устойчивым человеком, но это не значит, что он знает Бога, этот человек, что он общался с Богом. Почему? Потому что мы находим в Писании, что язычники тоже умеют много добра делать друг другу. Христос говорил, что если вы делаете добро друг другу, то что вы особенного делаете? Взаимно делайте добро. Язычники тоже так делают, они тоже любят друг друга и помогают друг другу. Есть такие люди, как мы знаем, филантропы называются, которые просто для них доставляют удовольствие помогать людям. Они раздают деньги, они раздают все, что можно. Даже есть такая история про одного здесь человека, который был молодой человек, американец, неверующий человек был, и он раздавал свои органы больным людям. То есть он почку одному пожертвовал, другому, еще какой-то внутренний орган, третьему еще что-то пожертвовал, часть какой-то своего, что у него там можно было дать. Донор такой был при живом своем теле. Человек просто жертвовал и жертвовал, и жертвовал, и наконец и умер от того, что все раздал. Есть такие люди в этом мире. Вы не думайте, что не существует людей, которые бы что-то вот им просто нравится, они находят в этом удовольствие. Но Писание говорит нам о том, что наша задача не в этом смысле, вот что-то донором стать каким-то, все раздать, все свои органы и все части. А наша задача – ощутить Бога, войти в Его присутствие, иметь с Ним близкое такое общение, чтобы каждый из нас знал, что Ему в жизни делать сегодня, а не просто вот ходить, как говорится, в общем-то смысле. Поэтому мы находим, что все люди, которые знали Бога близко, они были всегда вводимы Духом Святым. То есть они имели конкретное общение, они знали, что, чего и как и делать. Поэтому в Библии они называются людьми разумными. Пришли люди разумные к Давиду, которые знали, что и когда делать Израилю. Вот это назывались люди разумные. И этот разум исходил не просто от человека, он исходил от Бога. И Бог при общении с Ним, когда мы общаемся, мы можем это вот получать указание и совет. Один псалмопевец, его звали Асаф, это записано в 72-м псалме, так он так говорил, что руководи меня советом Твоим, Господи, руководи, и потом прими меня в Твою славу. Он так и говорил, ты руководишь меня советом Твоим, а потом примешь меня в Твою славу. Мы вот все хотели бы в славу Божию попасть. То есть что такое слава? Это Божье присутствие. Это Божье такое особое присутствие, где мы можем ощущать и видеть его. А чтобы попасть туда, в это присутствие, необходим Божий совет, Необходимо руководство. Руководи. Ты руководишь меня твоим советом, и потом примешь твою славу. А мы хотим попасть в Божью славу, в Божье присутствие без Божьего пути. Есть единственный путь, который может привести нас в Божью славу. Это узкий путь. Это путь Креста или путь Иисуса Христа. Другого пути не существует. Мы не можем войти в Божье присутствие каким-то другим путем. Вот мы даже в наших песнях сегодня пели, что есть только одна возможность войти в Божье присутствие. Это через жертву Иисуса Христа, через Его кровь. Никто не может прийти к Богу просто так. Вот Господи, вот я, вот все, возьми меня, я здесь стою, вот слушай меня. Чтобы войти в Божье присутствие, человек должен быть чистым и должен быть абсолютно святым. И это возможно только через кровь Иисуса Христа. Вот почему мы поем в наших песнях, и авторы этих песен на ней выражают, что не существует другого возможности. Путем новым и живым, Писание говорит нам, евреям, через жертву Иисуса Христа, через кровь Его, через кровь. Почему весь Ветхий Завет, полностью весь закон, и даже еще до закона, все это было пропитано жертвами. Человек, допустим, Авраам, про Авраама мы читаем. Авраам, когда с Богом стал общаться, он всегда общался через жертву. Устроил, строил жертвенник, и принес Богу жертву, и призвал там имя Господа. Опять где-то перешел в другое место, опять построил жертвенник, опять принес жертву, призвал имя Господа. И потом это вошло в закон, что евреи должны были обязательно приносить жертвы. Постоянно, каждый день в храме приносилась жертва и утром, и вечером, вот за весь народ. Мало того, люди сами еще приходили и приносили. И постоянное жертвоприношение, жертвоприношение, кровь лилась рекой, как говорится. И вся эта кровь указывала на этого жертвенного агнца, на Иисуса Христа, что человек не мог своим усилием, своими силами, своими какими-то достижениями, ни молитвами, ни постами, ни добрыми делами, ни еще чем-то таким особым, чтобы Богу угодить. Невозможно было. Даже один пророк восклицал и так говорил, ну чем тебе, Господи, воздать? Как приблизиться к тебе? И он даже, такая мысль у него пришла, ну может быть я отдам тебе своего первенца в жертву, отдам. Может быть тогда ты услышишь меня. Даже до такого доходили люди, отдать своего первородного сына в жертву. И Бог решил этот вопрос сам. Он понимал, что человек не способен этого сделать, он не в состоянии этого сделать. И никакая жертва, исходящая от человека, она не удовлетворит Бога. И поэтому был послан Иисус Христос, который пролил свою кровь драгоценную, отдал свою жизнь, будучи непорочным агнцем, за всех нас, за всех людей, за все человечество. И благодаря этому мы можем входить в его присутствие. Это то, что мы должны знать как абсолютную истину и не думать ни о чем другом. Потому что сегодня, знаете, есть масса разных таких путей, как приблизиться к Богу. Есть только один путь, через жертву Христа. Чтобы эту жертву принять, человеку необходимо было покаяться. Поэтому Павел дальше, вот в этой главе, то есть в его речи, он говорит, то есть сделая заключение, он говорит, что вы должны Бога найти. И потом он, это были неверующие люди, они не знали Бога, не знали Христа. И тогда он им говорит в конце, и так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям, всем повсюду покаяться, потому что он назначил день, который будет правильно судить Вселенную. То есть если человек не покается и не примет вот эту жертву Христа, он никогда не сможет приблизиться к престолу Божьему, в присутствие Божье никогда не войдет, в вечности. И точно так на земле. Мы на земле тоже находимся, и мы хотим иметь общение с Богом ежедневно, и каждый час, каждую секунду. Поэтому нам необходимо постоянно быть вот с этой жертвой Христа Иисуса, то есть с пониманием того, что жертва принесена, кровь запролита, я могу входить, вот это не должно нас. Это наш фундамент, это основание нашей веры, на чем мы стоим и на чем мы движемся. Ну, давайте мы посмотрим еще такие места, которые мы сегодня говорим о общении Духа Святого, о живой вере. И есть такое место, что без веры угодить Богу невозможно, мы уже говорили об этом, надо, чтобы человек приходил и веровал в Бога, и искал Его. Вот давайте поговорим как бы о вере с разных сторон, потому что, ну, есть понятие у людей, что такое вообще вера. Мы читаем в 11 главе Евреема первый стих, 11 глава, первый стих, там прямо объясняется, что такое вера. Что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Ну, это все знают, да? То есть первая часть этого стиха или понятия о вере, она говорит нам, что вера есть определенное действие осуществления ожидаемого. Осуществить это значит делать, это что-то совершать. Это не просто понимать и какое-то иметь в себе понятие в голове, это действие, осуществить ожидаемое. Вот то, что я ожидаю, то, чего я надеюсь, я его привожу в жизнь, я его реализую, осуществляю, это значит работаю, действую, совершаю. Вот. И вторая часть, там говорится и уверенность в невидимом. Так вот, большинство людей, они вот эти две части, вот есть верующие, которые разделяют вот эти два понятия, хотя оно одно понятие, но состоит из двух частей. Есть часть людей, которые называют себя верующими, они только действуют и стремятся вот что-то делать, и делать, и делать, и у них нет никакого убеждения или уверенности в невидимом. То есть невидимом присутствии Бога, невидимом Божьем Царстве, невидимое то, что Дух Святой с нами, что Он невидимо присутствует с каждым из нас, потому что Павел здесь в своей речи, обращаясь к этим язычникам, он сказал, что Бог недалеко от каждого из нас, Он рядом с нами, со всеми людьми Бог рядом. То есть не надо бежать куда-то на горы, на небо взбираться, чтобы Бога ощутить, Он рядом. Тем более Он внутри человека, который принял Христа. Написано, Царство Божие внутри вас есть, Бог внутри вас. Тайна сия велика, говорил Павел, Христос в вас упование славы. То есть присутствие Божие находится внутри, хотя люди его и не ощущают. Так если для неверующего человека, который Бога не поверил, не знает Его, не принял Христа своим спасителем, ему важно как-то ощутить Бога, то ему другого пути нету, как покаяться. Павел сказал, что Бог повелевает и так, чтобы вы нашли Бога и приняли Его. Вам надо покаяться и оставить вот это всякое время неведение. Пришел свет, пришло спасение. А для нас уже людей, принявших Христа, спасенных, наша задача ощутить Бога внутри нас. Потому что мы приняли Его внутри нас, но когда коснется что-то в нашей жизни, мы не знаем, где Бог, и мы начинаем метаться туда-сюда и говорим, Господи, что такое, почему ты меня забыл, я тебя не ощущаю, я тебя вот не переживаю. Так вот, Иаков рассматривал эту сторону, практическую сторону. И Павел в основном рассматривал сторону вторую, уверенность в невидимом. Поэтому вот эти две понятия, нельзя их разделять, они идут всегда вместе. Уверенность в невидимом и практическая сторона жизни человека. Давайте посмотрим, как Иаков писал о практической стороне веры, где он говорил, что вера без дел мертва. Вот в его послании во второй главе упоминается четыре места, вот буквально в нескольких стихах. И я думаю, это не случайно, то есть Дух Святой хотел показать нам, оставив это место Писание, которое смущает сегодня многих людей, они не хотели бы, я даже читал одного толкователя, что он говорит, вообще что-то этот Иаков такое тут понаписал, что вот это вера, что это за такая вот. Ему не понравилось, он бы хотел выбросить это послание Иаков. Но Бог поместил его, чтобы мы понятие здравое имели. Они блуждали направо-налево, как мы как-то говорили. У нас была четкая прямая линия, и мы двигались путем жизни, путем веры. Давайте посмотрим эти места. Иаков 2,14. Что пользы братья мои? Если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера, задает вопрос, спасти его. Ответ какой? Ну как вы думаете, вера, у человека есть вера, а дел никаких нет. Иаков задает вопрос нам всем. Вы отвечаете, это не я задаю, это Иаков задает. И вот представьте себе, что Иаков пишет послание нам с вами. Послание Иакова, церкви, библейской церкви в Портленде, христианской церкви. Вот он пишет нам это послание. И вот он задает нам вопрос. Братья, слушайте и сестры внимательно. Может ли, когда человек говорит, я имею веру, имею веру, здорово, хорошо, кто против. А дел не имеет, то есть доказать то, что он верит, ничего не может доказать, никакого практического результата, никаких, так сказать, переоценок в жизни, перемен не произошло. Иаков задает вопрос, может ли эта вера, вот без дел, пустая вера, может ли она спасти его? Отвечайте мне, пожалуйста, что вы молчите, что вы боитесь, не может его спасти. Слушаем дальше. Так, 17 стих. Так и вера, если не имеет дел, вот слушайте внимательно, вера, которая, я верю, я уверен в невидимом, мне так нравится Библию читать, мне так нравится вот это все провозглашать, Господи, я уверен в невидимом, хорошо, здорово так, все, провозглашаю все стихи, выучил на память. Иаков говорит, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Видите, вот сегодня мы с вами живем в такое время, что многие люди заявляют, я верующий, я христианин, я верю, а на самом деле, да, действительно он верит, этот человек, но его вера мертва, она не живая. Вы знаете, вот что такое живая вера? Христос говорил, что живая вера, это когда слово попадает человеку в сердце, и начинает там что? Расти, и приносит плод. Вот это называется человек веры, верующий человек. А те остальные три группы людей, у которых упало при дороге, у которых были там вот тернии всякие, камни там в сердце были внутри, в его душе, не принесла она плода. Эти люди не считаются верующими, настоящими, они называются мертвые по вере. То есть у них есть вера, вера, но она мертвая. Иакова в этой стороне говорит, так и вера, она не имеет дел, не реализуется в жизни, то слово, которое человек принял, семя. Ну смотрите, ну все вы садили, например, огороды, вот, и когда вы посадите что-нибудь в огороде, например, помидоры там или огурцы, вы что ждете урожая, правда? Вы же не ждете, что вы поливали, заботились там, удобряли все, а прошло лето, ничего нету, даже хвостик никакой не появился. Вам это понравится такое? Вы так из года в год сеете, 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 с вас все люди будут смеяться. Скажут, ну вот и Павел скажет, ты сеял огород? Сеял. Ну а где твои огурцы, где помидоры? Да не знаю, что-то не растет ничего. А что ж такое не растет? И вот так напрасно тратятся семена и ничего не приносит. Скажите, это нормальный фермер, вот который вот так тратит каждый год и никакого урожая у него нету, никакого плода. Вы скажете, что-то с ним не в порядке. Слушай, ну ты землю поменяй, или что у тебя там происходит? Ну конечно там, если земля залита керосином, например, или солью засыпана, там никогда ничего не вырастет. Надо нормальная, живая земля, чтобы там были живые элементы. Тогда она принесет плод. Точно так и человек. Если человек, сердце человека, Яков говорит о том, что если сердце человека нормальное пред Богом и попадет туда слово, будет обязательно результат, будет обязательно плод. Вера начнет жить и конечно же это будет присутствие Божие являться в этом. Вот смотрите дальше, что он пишет. Вера без дел мертва сама по себе. То есть не осуществляет человека ожидаемого. Давайте помните эту установку или это понимание веры. Вера есть осуществление осуществления ожидаемого веренности невидимым. Вот не осуществляется то, что Бог ожидает. Бог ожидает от нас драгоценного плода и ждет, чтобы каждый из нас работал, применял определенные усилия. И когда мы не осуществляем, никаких дел не приносим. Наша вера мертвая. Якова 2,20. Ну, хочешь ли знать неосновательный человек, что вера без дел мертва? Опять он это напоминает. Я вот посмотрел, что означает слово неосновательный человек. Ну, нас как-то красиво перевели, я бы перевел по-другому. Вообще неосновательный означает пустой человек, бессодержательный. Никакого содержания в тебе. Ты пустой внутри. Понимаешь, что такое? Так вот, дела показывают человека то, что у него что-то внутри есть. Оно растет. Оно движется. Там какая-то движется, какой-то идет процесс жизни. И он говорит, когда ты говоришь, вот я верю, я верю и верю, то он, знаете, что там дальше говорит? Он говорит, такие бесы верят. Бесы верят еще лучше, чем мы с вами. Вот почему в присутствии Божии они верят, в реальность существования Бога все верят бесы. Почему они там были, они Бога ощущали, там что-то видели, свет. Они знают, небо видели, и все это понимают. Они в это верят, но дел никаких у них нет. Поэтому все их дела злые. И Яков говорит, что так и вера без дел, мертва сама по себе. И ты не основательный человек, ты пустой, если у тебя нет никаких дел. Теперь смотрите, еще одно место. Якова 2, 26. 2 глава, 26 стих. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Еще один образ он приводит, что вот вы можете пойти посмотреть, когда хоронят человека, и посмотрите, все есть, все вид у него есть, а жизни нет. Вот точно так Христос говорил об этих фарисеях и книжниках, которые имели религиозный вид. У них вера была в Бога. Они же верили в Бога. Да еще как верили. Может быть, даже лучше, чем мы убежденные были, что есть Бог, есть закон. Это надо все исполнять. Ревностные такие были. А дел у них никаких не было. И Христос о них как говорил? Вы, говорит, гробы окрашенные. Вы, говорит, такие люди лицемеры, лжецы, обманщики. Вы порождение ехиднины. Вы как те гробы, которые внутри полны мерзостей, костей всяких, а снаружи вы красивые людям кажетесь. Вот так. И почему он им так говорил? Потому что они были внутри пустые. Они были бессодержательные, неосновательные люди, пустые, и никого там свержания не было, не было присутствия Божьего. Поэтому, когда мы говорим о вере, давайте никогда не забывать эти две стороны. Не уклониться ни в одну, ни в другую сторону. Потому что, когда люди, есть такие, ну, понятия сегодня, ну, они всегда были. Вот во время Якова это уже было. И Павел об этом писал, что некоторые говорят, что давайте делать грех, чтобы умножилась благодать. Он говорит, да запретит Господь, я такого никогда не писал и не говорил. Он просто объяснял состояние, то есть, или принцип жизни, как Бог спасает человека. Но когда человек, Бог спасает его по вере, по благодати, независимо от его дел, он дает ему задачу, семя бросает в его сердце, чтобы оно приносило плод. Вот об этой вере говорит Яков. Итак, мы читаем еще одно место. Это записано на Откровение 3 глава с 1 по 5 стих. Это послание Иисуса Христа от церкви Сарадийской. Давайте почитаем. «И ангелу Сарадийской церкви напиши, так говорит, имеющий семь духов Божиих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не излажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом моим и пред ангелами его. То есть вот послание Иисуса Христа церкви. А дальше сказано и так, кто имеет ухо, да слышит, что Дух говорит церквям. Так вот, обратите внимание, послание церкви, это же не только в то время было, это и сейчас существует. Все теологи говорят, что все эти послания, которые были написаны во всеми церквям в Откровении, они написаны на все времена для всех человеков, для всех церквей. И люди могут быть в разном состоянии, сегодня в одном состоянии, завтра в другом, послезавтра в третьем и так далее. В этом году в таком, в этой церкви, в Лаодикийской, а в следующем году человек может быть совершенно в другой церкви, в Сардийской, зависит от его духовного состояния. Поэтому, вот послушайте, что он говорит. Он говорит, Господь, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. А посмотрите, как обращается Господь. Всем церквям, всем церквям, которые там, послание им было, ни одной церкви не написано, знаю твою веру. Вот в самом начале. А написано, знаете как, все, посмотрите дома, если вы мне не верите, всем послания, все, всем церквям, все послания, начинается неизменно. Знаю, что? Твои дела. Вот и все. Не написано, знаю твою веру, знаю твою любовь, или знаю еще твою силу, и твои труды, и все. А он говорит, знаю твои дела. Поэтому Бог рассматривает наше, когда он приходит к нам, он приходит, ну вспомните другую притчу Христа, давайте немножко так отличаемся. Притча Христа про виноградаря. Виноградарь послал своего слугу в свой виноградник. Зачем? За плодами, правда? И он пришел, а виноградаре не хотели дать никакого плода, выгнали его, а потом избили. Или другая притча Христа о дереве, которое не приносило плода. И он говорит, ну подожди, вот, говорит, прихожу уже, третий год, ищу на ней плода, на ней нету никакого плода. Я, говорит, столько затратил энергии, и все, а плода нету, я срублю ее, и все. И тогда тот работник, который работал в этом винограднике или в этом саду, он говорит, ну подожди, еще дай, я еще вот обложу удобрением, там, навозом, еще обработаю, может быть, принесет плода. Видите, для Бога важен плод, для любого фермера важен результат, важен плод, а не просто наличие чего-то, что не приносит плода. Поэтому Бог от каждого из нас ждет этого плода, и поэтому, обращаясь в церковь, говорит, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Потом, вот смотрите, еще есть, в той церкви было прочее близкое к смерти, и посмотрите, почему я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом. А слово совершенное означает, что я не нахожу, чтобы дела твои были исполнены перед Богом. То есть, чтобы ты их совершил, чтобы ты исполнил их, то задачу, то повеление, которое Бог дал тебе. Это не в том смысле, что, знаете, вот если я что-то доброе делаю, то я еще как бы не до конца, то есть, ну, например, дал кому-то помощь какую-то оказалось, скажем, дал 100 долларов, а Бог посмотрел и говорит, да, мало ты дал, надо было дать 200, плохо ты сделал. То есть, ты сделал хорошее дело, но несовершенное твое было. Я хотел, чтобы ты дал 200. Не в этом смысле. А он говорит, что твои дела не исполнены, ты не исполнил их, ту задачу, которую Бог поставил перед тобой. Ну, вот, допустим, как Бог поставил задачу такую, или задание, повеление ему дал, Ионе, пророку, пойди в такой-то город и проповедуй там покаяние. А Иона сбежал от Бога. Вот исполнил он волю Божию, не исполнил. Поэтому Богу пришлось его вот так вот направить к Кита, чтобы он прошел через эту утробу и все такое, покаялся и выполнил ту задачу, которую Бог поставил ему. Так вот, Бог рассматривает нас, людей, которые должны выполнить ту работу, то задание, которое Он повелел каждому из нас сделать и совершить. Вот почему написано «каждый служит тем даром, который получил от Господа». И когда мы зарываем наши таланты, наши дары, которые Бог дал, и говорим «да, пусть кто-то другой делает». Я посижу, я полежу и я посмотрю, куда оно все выйдет. Братья и сестры, то мы оказываемся в числе этих ленивых и лукавых рабов, которым Господь потом скажет «ты ленивый и лукавый раб, ты знал, что надо вот это и это делать, ты не делал». Это вот тоже относится к этим людям, которые называются «носишь имя Бутажева, ты мертв». Поэтому, когда Бог дал тебе служение, и ты знаешь, что ты это можешь делать, не прячь его и не закапывай никуда. Действуй, соответственно, тому заданию и призванию, которое Бог дал тебе. Исполни, соверши перед Богом твоим. Еще одно место, и 1 Фессалоникийцам 1, 2. «Всегда благодарите Бога, всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело, веры и труд любви и терпения и упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». Павел подчеркивает в этой церкви три таких состояния, которые у них были. Во-первых, он говорит, что «я помню ваше дело веры». У вас не просто вера есть, а есть результат, есть конкретное дело, которое от этой веры проявляется. Видно, вера в делах, по-другому будем так говорить. Потом он говорит, что у вас есть конкретный труд любви, то есть не просто любовь. То есть мы будем написать, что, знаете, вот можно было бы так написать. «Ну, непрестанно помню вашу веру, вашу любовь и вашу надежду вашу». Можно было бы так написать, но он почему-то пишет «я помню ваше дело веры». Что вы не просто назывались верующими, а вы конкретно что-то делали и совершали. И они ему очень много помогали, апостолу Павлу, эта церковь. Потом он говорит, «я помню ваш труд любви. Вы не на словах просто любили, а у вас было конкретное действие. И вы не просто надеялись на Бога, уповали, да, а вы конкретно терпели, вы переносили вот эти все страдания без ропота». То есть, посмотрите, все вот эти вот понятия, они связаны с конкретными действиями человека, не просто там ментальное какое-то понимание. Конкретная реакция, конкретный поступок, конкретное действие. Об этом как раз все Писание нам говорит. Мы вот эти два, вот эти, оно все вместе взаимосвязано, их нельзя разделять. Как семя, вот, приносит плод, а плод опять дает семя. Это все взаимосвязано. Идет постоянный вот этот процесс. Семя растет, приносит плоды. Плод в каждом плоде обязательно есть семя, оно сеется, опять приносит плоды. И постоянно все умножается. Вот это, что ждет от нас Господь. Теперь в Галатам 5, 6 написано, пятая глава Галатам, что во Христе Иисусе не существует силы, то есть нет никакой силы, то есть, да, в обрезании там, что нет силы в обрезании или не обрезании, но вся сила находится во Христе Иисусе, которая, как вот там говорится, вера, действующая любовью. Нету другого силы. Посмотрите, не просто вера, можно было бы так написать, что во Христе Иисусе сила наша, это вера. Но он говорит, вера, которая любовью действует, которая, результат какой-то у нее есть, конкретное действие. Как вот Яков говорит, я тебе покажу веру мою из моих дел, а ты без дел ничего не покажешь. Пустые слова у тебя будут. Ну, в самом деле, вот представьте себе, ну, человек-пьяница, да? У нас там, там, где мы жили, в соседней церкви, был пьяница один. Он покаялся, он стал ходить в церковь, а потом опять стал пьянствовать. Вот. И периодически то пьянствует, то не пьянствует. Его там несколько раз отлучали, и на замечания брали. И постоянно он позорил всю церковь Божию. Вот он назывался верующим, идет церковь в воскресенье, молится Богу, руку поднимает. А потом, в понедельник или во вторник, после работы напьется, пьяный валяется. Ну, скажите, как? А люди мирские, там все они, все этот городок был небольшой, все это знали, все видели, что это у вас там за такие верующие? Пьяницы и алкоголики, и где их, вот, как? Где результат? Где? Конечно же, если вот такое поведение у людей будет у многих, то, конечно, никто скажет, что это у вас за церковь такая? Что это за Божьи люди? Какие они? Называться просто, вот я верующий, и не быть им, называться чадом Божиим, и не расти, то есть не проявлять жизнь Христа. Это позор для христианина. Поэтому важно для нас эту понять вещь, потому что мы как раз на земле живем, знаете, для чего? Не просто, чтобы вот спастись, Господи, спаси меня, как разбойник на кресте, прими у твоего царства или прими у вечность, аминь. Все, я пошел домой. Нет, наша задача здесь покаяться и принести Богу плод. Мы вот в прошлом году об этом целый год говорили. Говорили о том, что плод, Бог ждет плода, Бог ждет результата, Бог ждет, Бог ждет, Бог ждет, для этого Он трудится так сильно в нашей жизни. И для того, чтобы принести этот плод, Бог нам дал все потребное для жизни и благочестия. Вы не можете, когда мы придем в вечность, никто из вас, ни я, ни вы, никто либо другой не скажет, Господи, а вот ты ему дал, а мне не дал, поэтому я тебе ничего и не принес. Согласно учению Иисуса Христа, где Он говорил о притче, где о талантах и о минах, Он сказал, что не было ни одного человека, которому Бог что-либо не дал. Всем дал, по Его силам. Все. Поэтому все вы здесь сидящие, вот верующие в Иисуса Христа, во всех вас есть таланты, во всех вас есть дары от Бога, во всех есть мины, есть вот эти благословения, которые Бог дал. Во всех есть. Просто некоторые люди пользуются ими и работают, пускают в оборот. А некоторые закопали и вот так себе живут потихоньку, как будто все, ничего и не произошло. А знаете, а Бог потом спросит. Бог спросит, все равно спросит. И те люди, которые вот закопали и в своей вере ничего не реализовали, вы помните, что было с этим рабом, лукавым и ленивым рабом, что с ним произошло? Посадили его на престол или выгнали его из Царства Божия? Ну, конечно, выгнали. Там не надо. Ну, я бы тоже выгнал бы. Зачем в Царстве Божьем ленивые люди? Не надо. Спросите у любого бизнесмена у нас в церкви, который нанимает людей на работу. Да он ленивого человека не держит ни одного дня. Вот посмотрел, у нас на работе вот так вот увольнялись. Смотрят, ходят, ничего не делают. Вот смотрят, вечером тебе фаер принесли или лей-офф, в лучшем случае. Все, иди, иди отсюда. Что такое? Сейчас работы много. И ты не годишься в этой компании. А что такое? Плохо работаешь или вообще не работаешь? Вы думаете, Бог по-другому, что ли? Да не будет там ни одного ленивого раба. Поверьте Божьему слову, мне не надо верить. Поверьте Библии. Ленивый лукавый раб выбросит его вон на попрание. Вот, как ту соль негодную. Поэтому для нас важно это понять, чтобы свою веру в жизни реализовать по-настоящему, а не просто называться, вот, что я чадо Божие, я христианин, я вот верю в Бога и достаточно. Нет, братья и сестры, Яков говорит, вера без дел, давайте вспомним еще раз, что? Мертва сама по себе. Как тело без духа мертво, вера без дел мертва. Сила во Христе, вера, которая действует любовью. Так что имейте это в виду. Ну и хорошо, теперь вопрос такой, каким же образом нам искать Бога? То есть, что предпринять? Это вступление такое было небольшое. Сейчас мы идем к тому, как искать Бога, каким образом прилететься к Богу нашему. Итак, мы читаем первое послание к Олимпинам, 10 глава, с 31 по 33 стих. Это слова апостола Павла. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни евдеям, ни еленам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Знаете, вот в этих двух стихах, двух стихах, апостола трех стихах, да, тут в некоторых стихах, здесь его, показана его позиция к жизни, то есть, да, его убеждение, его мировоззрение, или как по-другому называется, креда жизни. Это, если вы не знаете это слово, можете его запомнить, я тоже его не очень-то хорошо знал, уже забыл. Называется креда, то есть, это позиция жизненная, мировоззрение человека, его убеждение, то есть его конкретная установка жизненная, на чем он базируется, фундамент его жизни, кредо. Так вот, посмотрите, еще раз напомню, и мы немножко о этих стихах поразмышляем перед молитвой. Он говорит, итак, едите ли или пьете ли, или иное что делаете, все, что вы делаете, сделайте куда, во что, для чего, в славу Божию. Братья и сестры, если мы себе возьмем вот это правило апостола Павла, потому что он так жил, он так поступал, все апостолы так жили. Это упоминается десятки раз во всей Библии, может быть и сотни раз. Делай все для славы Божией. Поэтому, если я себе и вы себе возьмете это на заметку такую, что бы вы ни делали, разницы не существует никакой. Я имею в виду хорошее, конечно, дело. Допустим, посуду моете, кухню убираете, обед готовите, что-то делаете по дому. Необходимое делать, необходимая обязанность. Идете на работу, молитесь, читаете Библию. Любые дела, разницы не существует. Писание говорит, все делай во славу Божию. Посмотрите, едите ли, пьете ли, или иное что другое делаете. Все должно существовать, все наши действия, все поступки, для того, чтобы прославился Господь. Если я себе этот принцип возьму в жизни, я уже начну двигаться в Божье присутствие моментально. Господи, вот я сейчас буду разговаривать с человеком, или буду беседовать, или буду петь, или буду еще что-то делать. Я это делаю во славу Твою. Иду косить траву в славу Божию. Иду на работу в славу Божию. Вы знаете, многие люди приходят на работу, они не для славы Божьей приходят, они приходят ради денег. А Писание говорит нам, когда ты что-то делаешь, даже на работе у человека, у пана работаешь, или там работодателя, ты не для него работаешь, ты делаешь во славу Бога. Об этом Павел писал рабам, которые были верующие, и они тоже, возможно, возмущались, они не понимали, как это так, я буду вот господину, он меня ругает, он меня бьет, он меня пинка там дает. Потому что в то время раба можно было избить ни за что, не понравилось господину, но он был как собственность, его не считали за человека. У него не было абсолютно никаких прав на раба. У раба не было никаких прав, а у хозяина были все права. И поэтому, когда Павел писал эти послания, он ему пишет, рабам, рабы, слушайте ваших господ, и все, что вы делаете у них там на работе, делайте не для них, а для Бога, для Христа, ради Христа. И мало того, делайте от души. Так вот, мы сегодня не рабы, да нас никто не бьет, но мы приходим на работу за деньгами, за какими-то, чтобы получить деньги, чтобы платить свои билы и жить нормально. Но отношение к работе совсем другое, не библейское, не такое, как Библия говорит. Делай во славу Бога, делай ради Христа, не для этого панна, не для работодателя. Представь себе, что твой работодатель – это Бог, по-другому будем так говорить, что твой работодатель, твой начальник компании – это Христос. Он там во главе, и ты работаешь для Него. Если ты начнешь вот это делать для славы Его, ты посмотришь, как Бог тебя благословит на этой работе. И неважно какая. Я знаю одного человека, который устроился работать на 5 долларов в одну компанию, сейчас уже получает 30 долларов по прошествии 20 лет. Босс постоянно ему поднимает зарплату. Каждый год он получает и получает больше, и больше, и больше. И всякие бонусы в конце года. У него достаточно денег. И его принцип, и его кредо в жизни, в работе было вот это. Я делаю не для босса, и не для компании. Я делаю для Бога. Во славу Христа. И делай так, чтобы от твоей работы никто не смеялся, и твою работу никто не переделывал после тебя. Так написано, это мы читаем. И Павел так и делал. Я верю, что когда он делал палатки, он шил палатки, то после него эти палатки никто не переделывал. То есть он сделал, пошил, и она работала и служила нормально. А сегодня, знаете, люди так пришли и что-то там наляпали, налепили. Лепунов такие, как мы говорим. И считают, что они работу сделали. И кому ты делаешь, что работаешь? Ты пред Господом ходишь, человек. Ты чадо Божие или ты кто? Во славу Божию ты делаешь или ради кармана своего? Так если ты делаешь ради кармана, он пустой всегда будет. Потому что написано, вы работаете для дырявого кошелька. А человек работает не в славу Божию, а делает непонятно для чего, у него всегда будет дырявый кошелек. Поэтому вот это кредо или позиция, мировоззрение, убеждение. Я делаю все во славу Бога. И прежде чем что-то начать, неважно, что вы будете делать, для Бога все важно, как говорится. Но мы сейчас говорим, что не имеет различия, что мы делаем. Все важно, потому что жизнь состоит из всех мелочей. Это слава Божия. Господи, я вот пою, молюсь и в церкви служу, и дома делаю, на работу хожу, семью воспитываю и так далее для твоей славы, чтобы прославлялось имя Господне. Дальше мы читаем, что он говорит, все делайте так, чтобы не быть причиной преткновения, то есть чтобы не подавать соблазна. Второе, наш мотив или правило жизни, чтобы Бог, присутствие его было реально в нашей жизни, делай все так, чтобы никто не приткнулся от твоих поступков, от твоих слов, от твоих речей, от твоих вещей и так далее, от всех твоих дел. Чтобы человек не споткнулся. То есть, другими словами, наши дела, они могут являться преткновением или подножкой. Вы знаете, вот я, когда мы в детстве, ну, играли там в футбол или еще всякие игры, я любил подножки ставить. Ну, вы знаете, что это такое. То есть, вы так ногой раз человека, когда он бежит, зацепили, и он упадает, потому что нога его цепляется вот так, на одной ноге он не может бежать, и он падал. Так вот, наши поступки, вот такие подножки мы людям делаем, когда мы делаем что-то неправильно, не в славу Божию, делаем на собласть. То есть, собласть – это человек падает от наших поступков, от наших слов, от наших дел. Он должен был бы утвердиться в вере, наша задача была бы поднять его в вере, чтобы он был сильнее, а он упал, видя наши дела, видя наши поступки, видя наши слова. И Павел пишет, не подавайте соблазна, то есть, не будьте причиной преткновения, чтобы никто из людей не соблазнился. Давайте посмотрим, вы скажете, ну, мир не имеет никакого значения. Как раз вот Павел заключил всех людей в три категории. Он пишет, не иудеи, что такие иудеи? Это религиозный мир, религиозные люди. Это люди, которые набожные, которые, возможно, верят не так, как мы. Это могут быть самые разнообразные люди разных религий, разных убеждений. Католики, православные, буддисты, конфуисты, какие бы ни были, всяких течений, всяких религий. Они просто верят в какие-то духовные существа, или в Бога, или еще во что-то. Они религиозные, они входят в эту категорию иудеи. Поэтому не поддавай соблазна и преткновение никакому человеку, который как-то верит в какое-то божество. Будь для него примером, будь светом. Не делай причиной преткновения, то есть не делай так, чтобы он споткнулся и разбился вообще, и не верил в Бога живого. Потом, смотрите, не делай соблазна еленам. Еленам. Елены – это люди грамотные, это люди образованные были. Это были греки, которые любили мудрствовать, философия у них была, была развита всякая наука и так далее. Математика была у них развита, геометрия и всякие разные науки, которые сегодня изучают в школах. И Библия говорит нам, не поддавай соблазна также вот этим мирским людям, которые живут, они видят тебя, они смотрят на нас. И не будь ты для них причиной преткновения. Потому что, знаете, люди, когда мы с ними общаемся, они наблюдают за нами. Я помню, я с одним человеком работал, и он наблюдал, наблюдал за мной. Где-то через год он говорит мне, слушай, ну вот скажи мне, что у тебя, что у тебя такое? Я говорю, что такое? Ну вот, ты знаешь, ну что-то свет какой-то у тебя в глазах. Я говорю, ну какой свет? Я посмотрю, мои глаза там серые какие-то, какой еще свет он? И вот он начал меня расспросить, кто ты такой вообще? Вот. А я думаю, ну он говорит, ты поступаешь не так, как все. Ты живешь не так, как все. Ты говоришь не так. Тая походка. В общем, все, что ты не делаешь, ты не такой. Я говорю, а какой? Ну, обыкновенный человек. Нет, ты не такой. И вот тогда мы с ним разговаривались вот о Боге и стали говорить. Потом он со временем он покаялся. Сейчас, не знаю, ну, когда я был когда-то там в Белоруссии, то видел его, ходил человек в церковь. Ну, Писание говорит, не подавай соблазна вот этим людям, которые вокруг тебя. Мудрые люди, образованные, граммы. Они за тобой все наблюдают, все видят. И не должен я или вы сделать так, чтобы этот человек отвернулся от Бога. Наша задача – подать ему достойный пример. Подать его, увлечь его за Христом. Любого человека. Потом, смотрите, и так же Церкви Божьей. Видите, можно подать соблазн в мире, можно подать соблазн религиозным людям, можно подать соблазн в церкви. Веди себя достойно так, чтобы в церкви все нормально было. Чтобы ты не подавал соблазна никакого, не становился причиной преткновения и падения для людей. Чтобы люди не ходили и не стонали. Когда они идут в церковь, они были бы рады тебя увидеть или меня, пообщаться с тобой, протянуть руку общения. Дальше, еще одно правило. Это правило, по которому жил апостол Павел. Кредо его было. Убеждение, мировоззрение. Он говорит, все делай так, чтобы угодить людям. Потому что он здесь пишет, так, как и я угождаю кому? Всем во всем. Вот еще один принцип жизни. Когда я живу и что-то делаю, моя задача людям служить. Не требовать от них служения. Вот ты обязан. Там, скажем, жена придет домой и требует от мужа. Почему ты то, почему ты это не делал? Муж пришел домой, требует. Начинает там что-то такое говорить. А Писание говорит, я все делаю так, чтобы людям угодить. Посмотрите, так как и я угождаю всем во всем. То есть это настолько снисходительный человек был, Павел, что он говорит, я с иудеями был, как иудей, с еленом, как елен, с варваром, как варвар был. Со всеми людьми я умел находить контакт. Я спускался на их уровень, хотя был высоко. Видел Бога, общался со Христом. Но когда надо было, кто ты? Варвар. Все, он одевал шапку такую, как у варвара с рогами. Вот, и садился вместе, жарили барана там или что, или быка какого-нибудь. И сидели вокруг костра. Ученый человек. Когда был, приходил в синагогу, одевал шапочку или что им там надо было. Он был, говорит, я всем сделал себя таким, чтобы угодить людям. А как мы сегодня поступаем? Как мы, братья и сестры? Давайте вот проверим себя. Какое мое кредо жизни? Как я? Я действительно хочу людям угодить, когда прихожу в церковь, в общество какое-то, или где люди есть? Или я хочу, чтобы люди мне угождали? Вот это правило. Павел говорит, я угождаю всем во всем. Следующее правило, или его кредо жизни, позиция, которая у него была. Я ищу не своей пользы, но пользы многих. Вы представляете? Вот искать пользы другого человека. Делать все так. Мало того, что ему служить надо, и угождать ему всячески. Но еще задача ему еще так сделать, чтобы ему еще хорошо было, и польза ему была. Во всем ему была. Угождая во всем, ища не своей пользы. Не своей, а чужой. Ему польза. Вы знаете, многие семьи, они разваливаются, вот особенно здесь в Америке, да и не в Америке, а сейчас, наверное, по всему миру так происходит. Особенно молодые семьи. Их никто не учил этим принципам жизни. Когда они выходят замуж и женятся, они начинают требовать от другого. Муж требует от жены. Ты должна. Жена обернувает. Ты должен. Дед твой, ты вот муж. Почему деньги не приносит? Почему то? Почему это? Начинают требовать, они не хотят служить. Их так учат. Ты требуй, ты человек, ты self-esteem, твоя идея, где твоя позиция такая командирская. А Библия учит, ты женился, ты вышел замуж. Для чего ты вышел? Чтобы служить. И служить 24-7. Вот жене служит, муж жене служит, жена мужа служит, дети. Все, чтобы служить, приносить пользу всем. А не требовать, вот да и то, требую это. Вот ты начни сам служить со всей силы, сколько ты можешь. И получишь благосостояние, никаких разводов не будет. Вот. Молись, и дело какое-то делай, и так далее. Поэтому приноси пользу. Если пользы не приносишь, то зря живешь на земле. Братья и сестры, если я пользы не приношу никакой, вам и Богу, и людям, так я зря на земле живу. И должен жить, чтобы пользу приносить. Так и Павел пишет, я угождаю всем во всем, чтобы приносить какой-то результат. Польза была. Пообщался со мной человек, и чему-то научился, и чему-то подкрепился, и пошел довольный домой. А не так, чтобы пообщался, и не хочет больше со мной общаться. Никакой пользы ему от общения, а наоборот вред. И еще одна мысль, мы будем молиться. Но пользы многих, чтобы они спаслись. Братья и сестры, и все-таки, самый конечный результат этих всех действий, делай все так, чтобы люди что? Получали спасение. Если люди не получают спасения от нашего общения с ними, так значит, я с Богом не общался. Я плохо общаюсь, и не знаю, что такое общение. Мы сейчас говорим об общении с Богом. Поэтому, когда человек общается с Богом, и когда он, Павел, общался с Богом конкретно, ясно, и открыто, и он это прямо говорил, посмотрите, что у него в жизни было. Я еще раз повторю, вот это кредо его жизни, мировоззрение его, принципы жизни, и мы будем молиться. И так все делай во славу Божию. Все делай так, чтобы не быть причиной соблазна, преткновения, не став никому под ножки никогда в жизни. Все делай так, чтобы угождать людям во всем, дома, на работе, в школе, везде, в церкви. Все делай так, чтобы приносить пользу многим людям. И все делай так, чтобы люди получали спасение. Это как раз и привлекает, и показывает, что мы с Богом имеем общение, и это привлекает Бога, это общение еще больше и больше возрастает. Пусть Дух Святой нас благословит в этой молитве. Давайте помолимся, и пусть эти слова апостола Павла, 1 Коринфянам 10, 31, 33, они также станут нашим правилом жизни, нашим кредом, нашим мировоззрением, нашим убеждением. Пусть поможет нам в этом Господь.